Икона Божьей Матери Жировической известна православной церкви уже не одно столетие. Первые поминания о ней датированы 1622 годом и принадлежит перу монаха Феодосия. Согласно легенде, икона явилась детям-пастухам на грушевом дереве. Лик считается чудотворным. Существует большое количество устных и письменных свидетельств, подтверждающих этот факт. Это же наша Жировическая икона. Это то же самое, что для храма Христа Спасителя у нас Жировича. И в любом случае, это наша вера, это наш фундамент. На протяжении всего дня верующие спешили в храм, чтобы преклонить голову у иконы, попросить о заступничестве и духовной помощи, каждый со своими мыслями и чувствами. Эта уникальная возможность будет и у православных в других областях. Планируется, что до 3 сентября икону провезут по всем епархиям белорусского экзерхата. Это очень как-то от души идет. И вот такое, слов нету прямо. К Божьей Матери обращаюсь, прошу помощи, помогает. Божья Матерь в моей жизни значит почти очень много ее помощи. И пришла поблагодарить ее за помощь и попросить помощи на будущее. И для себя, и для своих детей. В Брестской епархии копия чудотворной иконы Божьей Матери Жировической пробудет чуть больше недели. Уже завтра лик будет доставлен в храм Владимирской иконы Божьей Матери в деревне Тюхинич и Брестского района. Далее в Пружаны, Каменец, Малориту, Жабинку, Кобрин, Березу и Дрогищин. Продолжение следует...